Можно ли представить, что чувствует человек, оставшийся под завалами разрушенного здания? Что чувствует человек, который не может выйти из горящего дома? Что чувствует человек, потерявший все? Он ждет, он верит, он знает, что придет тот, кто найдет, поможет, не бросит в беде. Имя его – спасатель. Кыргызстан По приблизительным подсчетам на сегодняшний день Кыргызстан подвержен более чем 14,5 тысячам различных стихийных бедствий. Это приблизительно по 7 чрезвычайных ситуаций на 1 квадратный километр территории республики. Оползни, прорыв высокогорных озер, землетрясения, паводковые воды, радиоактивные хвостохранилища – вот далеко не полный перечень природных катаклизмов, угрожающих жизнедеятельности человека в нашей стране. В 1990 году правительство Кыргызской ССР пришло к выводу о том, что необходимо создать организацию, которая целенаправленно занималась бы устранением последствий чрезвычайных и кризисных ситуаций, которые происходили на территории страны. В 1991 году в уже независимом Кыргызстане кабинетом министров республики принято постановление о создании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. А в 1993 году указом президента она преобразована в Государственную комиссию по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. 1992 год. Саусамырская долина. 8.40 утра. Земля содрогнулась от землетрясения такой силы, что ландшафт долины поменялся в считанные секунды. Местами земля просела до двух метров. Река Саусамыр поменяла свое русло. Были разрушены школы, больницы, более 500 домов. Десятки людей остались под завалами разрушенных зданий. Многие потеряли родственников, близких, жилье и имущество. Домик развалился полностью. Там женщина, двое детей, женщина беременна, все погибли. Я никогда не видел, чтобы, если дерево, оно вот так колется, а то разорвало дерево. Это просто было стихийное бедствие. И вот тогда очень здорово нам помогла Россия. Россия нам дала 4900 домиков. И мы смогли до зимы всех людей поставить домики, расселить всех людей. После ликвидации последствий Саусамырского землетрясения, Госкомиссия приняла решение открыть подразделения спасателей в каждом регионе страны. Эти мобильные группы состояли из 40-60 человек, которые незамедлительно должны были выезжать в любую точку республики и заниматься ликвидацией чрезвычайной ситуации. В 1996 году указом президента Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне преобразована в Министерство по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Кыргызстана. Это позволило ведомству самостоятельно разработать и реализовать правовые экономические нормы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также увеличить штатный состав ведомства и улучшить техническое оснащение спасательных подразделений. Помимо этого, Министерство укрепило международное сотрудничество как с ведомствами других государств, так и с международными организациями, работающими в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций. Вода дарит человеку жизнь. Но и она же может забрать ее. Кыргызстанцы, увы, с этим знакомы не понаслышке. В 1998 году река Кокарт вышла из берегов и затопила село Сузак. Более тысячи домов оказались разрушены, а жителей, спасающихся от стихии на крышах зданий, приходилось эвакуировать при помощи вертолетов. Прямо река гудит. Там, значит, камни, и даже металлические машины, механизмы, железобетонные конструкции уносило прямо так. Но не только наводнение наносит ежегодно ощутимый ущерб инфраструктуре городов и районов Кыргызстана. Приблизительно 40% стихийных бедствий в нашей республике составляют селевые потоки, в связи с чем сегодня ведется большая и трудоемкая работа по предупреждению и недопущению подобных природных катаклизмов. Аварийно-основательные работы, то есть здесь проводится, вернее, проводится работа по строительству дамб и других защитных сооружений. И это все по проекту и капитальному строительству. С момента образования этого управления более 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и десятки населенных пунктов защищены от сезонных наводнений и селий. А это целые дома, районы, посевные поля и плодородные сады, строительство дамб, проведение берега укрепительных работ. Но со стороны водной стихии опасность представляют еще и высокогорные озера. Так прорыв одного из них в долине реки Шахимардан в 1998 году унес жизни сотни людей, большая часть из которых были дети, отдыхавшие в детских лагерях. Сегодня Департамент авиации при МЧС каждый год проводит не только спасательные и аварийно-поисковые полеты, но также в сотрудничестве с Министерством обороны Кыргызстана проводит облет и мониторинг высокогорных прорывоопасных озер. Вокруг города Бишкек у нас расположено 20 прорывоопасных озер. И они каждый год должны обследоваться. То есть облет, у них есть специальная формула, они вычисляют, съемки делают и определяют, в какое время он считается прорывоопасным. МОЛОДИТ Вот эти колодцы это апачинские забои, просто люди называются. Здесь люди самостоятельно добывают незаконный путем уголь. Военизированные горно-спасательные части присоединились к МЧС только в 1998 году. В тот же год трагедия на шахте Джергалан, что находится в Иссыкульской области, унесла пять жизней. Двое из погибших были горно-спасателями. МОЛОДИТ 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 Перед вновь присоединившимся подразделением была поставлена четкая задача – проведение аварийно-спасательных работ на горнодобывающих предприятиях, спасение людей, тушение пожаров, ликвидация последствий взрывов в шахтах. Но порой этим необыкновенно скромным, сильным, мужественным людям приходится помогать и тем, кто нуждается в их помощи на поверхности земли. Это тушение пожаров, поисково-спасательные работы в горах и в долинах. Мы выезжаем на техногенные аварии. Также наш взвод тушит пожары в поселке. КАРГИСТАН 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 В республике у нас много разбросанных хвостохранилищ. Они есть и в Каджесае, и в Кадамжае, есть они и в Актьюзе, в Орловке, в том числе и в Майлесу. И сейчас более 70 кыргызстанских хвостохранилищ находятся в сейсмоопасной зоне. Поэтому любая авария или стихийное бедствие в данных точках могут привести к серьезной экологической катастрофе, которая затронет и соседние государства. В настоящее время мониторингом хвостохранилищ занимается Агентство по атомной и радиационной безопасности. Данная организация контролирует 23 хвостохранилища из 70 имеющихся на территории Кыргызстана. Агентство ведет работу по проверке целостности схронов, контролирует перезахоронение отходов в более безопасные места, установление защитных покрытий и укрепление существующих сооружений. Центр подготовки и переподготовки спасателей, начиная с 2002 года, подготовил более 3000 специалистов в области ликвидации чрезвычайных ситуаций. Здесь мы готовим около 6-7 направлений. Направлены это и кинологи, и спасатели, и медики, и техники, и водолазов. Таких направлений у нас около 7. Конечно, одному человеку владеть со всеми этими видами очень тяжело, поэтому необходимо здесь и умственное развитие, и профессиональное, и физические данные должны соответствовать нашим требованиям. Центр готовит спасателей международного класса. Доказательством высокого уровня подготовки служит участие работников Центра в международных соревнованиях КАСС-СПАС, где принимает участие более 25 команд из ближнего и дальнего зарубежья. И вот уже который год команда спасателей данного центра занимает почетные призовые места. Самые чувствительные из всех животных, они чувствуют под ловинами, под землей, под развалинами. Собаки чувствуют теплоту пострадавшего, например, и на теплоту быстро реагируют. Из-за этого собаке нужна мама. Человек, который лежит, сидит, страдает, плачет, она идет туда и посадку делает, или ложится, лижет, и она старается этого человека поднять. Тем самым, кинолог уже сам, он идет и уже определяет, что там есть пострадавший. Он уже там посадку делает и ждет. Если обратно мы подзываем и говорим, покажи, она идет и обратно показывает. Ищи! Ищи! Нашел! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два миллиона отдыхающих, пребывающих в нашей республике – это очень большой контингент. Естественно, безопасность их отдыха, оздоровительного отдыха на побережье Иисы-Кули, и других водоемов, она должна быть обеспечена спасателями. Программа рассчитана на 12 дней спасателей на воду, и они будут аттестованы, подготовлены, потом они сдадут экзамены и получат действующие удостоверения и действующие сертификаты. Это одна из задач, которые возложено по стране правительства на наш центр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша страна ежегодно становится эпицентром около 300 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Каждый год они уносят жизни более 100 человек. Главная проблема заключается в том, что надо людей обучать. Есть мировая статистика, если мы на превентивные, предупредительные или обучающие мероприятия программой не затратим один сом, то при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации мы потеряем 7. Это мировая статистика показывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во избежание большого количества жертв ПримЧС Кыргызстана открыт Центр подготовки и переподготовки гражданской защиты, который призван заняться обучением и подготовкой должностных лиц, органов государственной власти, организаций, учреждений, а также населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, правилам реагирования и поведения. Для людей в основном, знаете, даже не знают, как себя вести. Поэтому мы вот ездим, рассказываем, на месте показываем, как себя нужно вести. И вот вы почувствовали гул. Вот, ваши первые, значит, действия. Если вы живете вот в одноэтажном доме, все бросайте, и немедленно нужно выбегать на улицу. На улицу желательно выбегать, конечно, и найти такую свободную площадку, чтобы не было нигде рядом, близко деревьев, не было близко зданий, не было линий электропередач. Значит, на эту свободную площадку вы бегаете и, значит, там находитесь. Если, значит, вы находитесь на втором, на третьем этаже и выше этажа, значит, в вашем распоряжении всего будет 15-20 секунд. Вы должны найти в своей квартире или на работе безопасное место, где вы должны встать и переждать этот момент. Это какие места? Это вот капитальные широкие стены, есть которые, вот где у нас окна проходят, входная дверь, это вот эти широкие стены. Вот встаете, проем этих, значит, широких этих стен и переживете это землетрясение. А потом, значит, уже можно, конечно, выйти на улицу, опять же, выходить на свободное где-то место. Постояли, ни в коем случае потом в здание не заходить, потому что, я говорю, идет, могут быть вторичные толчки, они могут быть сильнее, можете попасть опять в эти толчки, значит. Переждали через 2-3 часа, только можно потом заходить в здание. Люди научились извлекать из горной породы полезные ископаемые, использовать высокогорные реки для получения энергии и просто получать удовольствие от покорения белоснежных вершин. Но есть и обратная сторона медали. Ежегодные за угрозы схода снежных лавин перекрываются главной автомобильной артерией страны, в результате чего многие населенные пункты остаются отрезанными от внешнего мира. Вот все мы эти наблюдения ведем, высчитываем опасные критерии, которые могут наступать не только при выпадении снега, это может быть и потепление, может быть и похолодание, может быть даже выпадение дождя, что может спровоцировать сход снежной лавины. Гидрологи агентства по гидрометеорологии МЧС занимаются прогнозом и предупреждением схода лавин. Главная задача этих людей своевременно сообщать об угрозе обвала снежных масс. Начиная с 2000 года МЧС Кыргызстана совместно с другими министерствами проводят принудительные спуски лавин. Для этого потенциально опасные склоны обстреливаются из артиллерийских орудий, и снежная масса сходит, не причиняя материального ущерба, а главное – обходится без человеческих жертв. МЧС Кыргызстана МЧС Кыргызстана Давление воздуха замеряют. Каждые три часа замеряем давление воздуха, а по давлению мы определяем, будут осадки или не будут за три часа. С министерством связано. Смешно. Приняли информацию. Большая часть всех природных катаклизмов в Кыргызстане, почти 70%, происходит в южных регионах страны. И для того, чтобы быстро и оперативно устранять последствия чрезвычайных ситуаций, в 2008 году Министерство чрезвычайных ситуаций передислоцировалось в южную столицу – город Ош. Данная территория Кыргызстана, впрочем, как и вся наша республика, расположена в сейсмоактивной зоне. Количество подземных толчков на территории страны порой достигает 3000 в год. Вдоль трассы, ведущей из Кыргызстана в Китай, всего в 5 километрах от границы, располагалось село Нура. 5 октября 2008 года землетрясение силой 8 баллов разрушило почти полностью этот населенный пункт. Стихийное бедствие унесло жизни 75 жителей села. Среди погибших – 43 ребенка. Вечером мы разбили палаточный городок. В этом палаточном городке устроили всех тех оставшихся живых людей. Я обходил уже ночью все эти палатки, смотрел. Людей дали одеяло, накормили и положили спать. Я туда зашел, тоже лег и, оказывается, уснул. И среди ночи, просыпаясь, чувствую, что кто-то у меня уже в обеде лежит. Я испугался, что это может быть змея, каким-то образом. Включил фонарик и смотрю, мальчик, где-то трех- или четырехлетний мальчик. Он прополз до меня и меня обнял и спит. А потом расспрашивали, оказывается, этого мальчика и мама, и папа умер в этой катастрофе. Спасателям, пограничникам и сотрудникам таможни, прибывшим на место трагедии в первые часы после землетрясения, пришлось поначалу работать в кромешной темноте. Но, несмотря на это, им удалось вытащить из-под завалов живыми 55 человек. Гуманитарная помощь начала пребывать в село в первые дни после катастрофы. МЧС республики доставила в село предметы первой необходимости – палатки, кухонные принадлежности, продукты питания. Тогда же Министерство чрезвычайных ситуаций впервые осуществило идею мобильных поселков. В течение месяца в селе были установлены сборные дома, в которых люди смогли пережить зиму, а с приходом весны на месте разрушенного села началось строительство нового качественного жилья. Для кого-то войти в горячий дом – это подвиг, а для них – работа. Пожарные – одна из самых опасных профессий, так как приходится иметь дело с очень капризной стихией. От их скорости и умения зависят человеческие жизни. 15 июня 2011 года противопожарной службе Кыргызстана исполнилось 85 лет. Эта структура перешла в ведение МЧС от МВД в 2003 году. С начала 2011 года огнеборцами потушены более 700 пожаров, спасены около 300 людей, из них – 268 детей. По сей день я ни грамма не сомневался, да, я работаю. И было время, когда мы по 8 месяцев, по 6 месяцев мы зарплату не получали. Это все выдержали же, это работаем. Я думаю, что это может когда-нибудь люди скажут, что вот, они же достойно работали. А что бояться? Служба у нас такая. 2008 год, 24 августа. В 21.10 оперативным дежурным МЧС поступает сообщение о падении самолета Boeing 737 близ аэропорта Манас. На борту, по предварительным данным, находились 83 пассажира и 7 членов экипажа. Оперативная группа МЧС прибыла на место катастрофы через 5 минут после сообщения. Все силы и средства спасателей были направлены к месту крушения авиалайнера для ликвидации последствий аварии. Для оперативного принятия решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2008 году при МЧС Республике был создан Центр управления в кризисных ситуациях, сокращенно ЦУКС. Предназначение Центра – обеспечение управления силами и средствами экстренных служб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по защите гражданского населения и территорий. Центр оборудован техникой для проведения видеоконференций сразу со всеми региональными отделениями. Также в Центре имеются передвижные пункты управления на базе автомашин КАМАЗ. Первыми на место любого происшествия выезжает оперативная группа спасателей для сбора информации. С помощью видеокамеры и спутникового оборудования они передают изображение с места событий в ЦУКС в режиме реального времени. Благодаря этому командование может ознакомиться с реальными масштабами произошедшего и определить, сколько сил и средств необходимо привлечь для своевременной ликвидации последствий данного случая. Как вы знаете, в условиях, когда чрезвычайная ситуация, это всегда недостаток времени, недостаток каких-то данных с мест. Поэтому вот это использование, вот это все новых технологий помогает нам восполнить, чтобы мы уже представляли, какая картина может сложиться и как нам действовать. Третьим направлением Центра является разработка, составление и применение электронной информационной карты Кыргызстана с использованием новых технологий. Кроме этого, в случае образования чрезвычайных ситуаций на данном участке рядом находятся какие объекты жизнеобеспечения, которые могут привлекаться для спасения жизни людей и для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Мультимедийная карта удобна еще тем, чтобы мы могли наглядно увидеть, сколько нам объемов работ предстоит выполнить и какая сумма для этого потребуется. 10 июля 2010 года на юге Кыргызстана вспыхивает конфликт. Чтобы не допустить продовольственной катастрофы, Временное правительство приняло решение раздать часть государственных материальных резервов в виде муки. А начиная с 13-го числа начала приходить гуманитарная помощь. Разгрузкой важного груза и его доставкой до мест назначения занималась МЧС Республики. Тонны необходимых товаров днем и ночью доставлялись в аэропорты, на железнодорожные вокзалы, автомобильные станции. Сотрудникам МЧС ВАШ приходилось работать сутками, так как нужно было как можно быстрее разгрузить самолеты, на которых обратно в Бишкек отправляли раненых и беженцев, женщин, детей, стариков. Самым тяжелым и опасным был путь от аэропорта до складов в городе. Машины с гуманитарной помощью подвергались нападению и обстрелу. Вот это было и разбито, и боковое стекло было разбито при выезде с села. Здесь сидели все наши автоматчики, которые с оружием. Впереди ехал БТР и середина колонна машины, а последним они ехали и было нападение на них. Определенное количество транспорта у нас вышло из строя. Были прострелены лобовые стекла, насквозь прошивались машины. При этом, если сказать так, получили ранения нескольких людей. Вот у нас во время этих событий в общей сложности где-то 15 человек у нас получили всякого рода повреждения, в том числе и огнестрельные. Выполнявшему свой воинский долг и получившему ранения во время прошлогодних июньских событий, Акбаралы у Улуджу-Супу в селе Кыргызской штаг Кадамжайского района Баткенской области, министерством чрезвычайных ситуаций построен и сдан в эксплуатацию дом в канун 20-летия МЧС. В те дни помощь Кыргызстану оказали многие международные неправительственные организации, страны ближнего и дальнего зарубежья. Продукты питания, средства первой необходимости, медикаменты, строительные материалы и другая гуманитарная помощь поступало в Южный регион вплоть до сентября 2010 года. В свою очередь МЧС Кыргызстана также оказывает помощь другим государствам, проводя гуманитарные акции для пострадавших от чрезвычайных ситуаций в Китае, Таджикистане, Японии, Турции и других странах. Когда наши соседи или друзья остаются в беде, мало, но направлять именно нужных адресных гуманитарной помощи. Допустим, в Казахстане, когда плотина прорвало, в течение последних трех дней после последствий мы направили 15 машин строительных материалов. То есть стараемся, чтобы это все было весомо и адресно. 9 мая 2011 года во время проведения глобальной платформы по снижению рисков стихийных бедствий в Женеве МЧС Кыргызстана объявила о создании национальной платформы по снижению рисков стихийных бедствий. Создание данной платформы проходит при поддержке Европейской комиссии и программы развития Организации Объединенных Наций в рамках проекта «Создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин», который был одобрен правительствами 168 государств, в том числе и Кыргызстаном. Принятие национальной платформы должно обеспечить готовность к реагированию и восстановлению после стихийных бедствий, функционированию государственных структур, научных и академических институтов, а также гражданского общества и международных организаций. В рамках создания национальной платформы по сокращению рисков стихийных бедствий в Кыргызстане в июне 2011 года в Бишкеке прошла научно-практическая конференция по вопросам гражданской защиты, по итогам которой ее участники одобрили итоговый документ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Я вот горжусь со своими вот такими спасателями, своим личным составом. У нас работают очень талантливые спасатели, знающие свои работы, болеющие за свою работу, болеющие за жизнь человека. Патриот из своего государства, я думаю, работает. Конечно, это героизм. Если в таких условиях работая, они даже спасают людей, это больше, чем героизм. Спасатель – профессия героическая, нелегкая, но интересная, а главное – нужная. Эти люди приходят на помощь в самых сложных и критических ситуациях при пожарах и наводнениях, авариях и землетрясениях. Они готовы броситься в бурную реку и горящий дом, взобраться на горную вершину и опуститься в глубокую шахту, если это необходимо для спасения человека. Это люди – дело важного для всех нас. Ведь у тех, кто попал в беду, сердца загораются надеждой, когда к ним спешит спасатель.